Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить очень необычное блюдо, оно корейское, называется бечо кимчи. Этот хороший рецепт я взял у хорошего видеоблогера Полины Шинкиной. Бечо кимчи это традиционная национальная еда в Корее, ее используют как гарнир и ее едят большинство населения Кореи. Для бечо кимчи нам понадобится пекинская капуста, корень имбиря, редька дайкон, красный острый перец хлопьями, чеснок, рисовая мука, лук, много соли и рыбный соус. У меня есть сегодня устричный соус и соевые соусы. Рыбный соус закончился. Кимчи это национальная еда в Корее, оно переводится как ферментированная или маринованная капуста. Бечо это капустное кимчи, потому что кимчи можно делать из разных овощей. Для того, чтобы начать приготовить кимчи, кочаны нужно надрезать возле кочерыжки, чуть-чуть вот так, и разрывать их руками. Это очень важно. Кочаны разрываются руками для того, чтобы было как можно больше целых листьев. Теперь эти кочаны я хорошенечко намочу в воде. Так, чтобы вода зашла во все листики. Капусту нужно было намочить в воде для того, чтобы вымыть из нее всю землю. И также, чтобы соль, которую я буду сейчас целить капусту, лучше прилипала к листочкам. На каждый кочан капусты нужно около половины стакана крупной соли. Я беру соль и солю в каждый листик, особенно уделяя внимание черешкам. Соль размягчит черешки и они станут мягкими. Нужно посолить каждый лист, ни одного листика не пропуская. Очень свежая, и листики в нее еще хрупкие, поэтому нужно проявлять осторожность, чтобы листы не поломались. Сейчас я буду варить соус для капусты кимчи. Высыпаю рисовую муку в кастрюльку. Заливаю ее 3 стаканами воды. Ставлю на огонь и довожу до кипения. Клейстер, который я варю из рисовой муки, нужно все время перемешивать, чтобы он не прилип и не пригорел. Рисовая мука уже хорошенечко начинает густеть. Когда пойдут первые пузыри, я выключаю газ, всыпаю сюда сахар и остужаем. Высыпаем сахар. Перемешиваем до растворения сахара и выключаем. Прошло 5,5 часов с тех пор, как я посолил капусту. Вот столько сока и воды выпустила капуста. Листья капусты, даже самые тросты, стали вот такие мягкие. Это признак того, что капусточка прекрасно просолилась. Теперь все половинки капусты я буду промывать в воде 3 раза. Хорошенечко вымываем всю соль, чтобы мы сюда насыпали. Капусту я уже промыл. Вода с капустой стекает. В это время я подготавливаю соус для кимчи. Здесь у меня потертый чеснок, лук и имбирь. Так как я буду использовать маленький погруженный блендер, то я сначала все потер на терку и перебиваю блендером. Для соуса я еще беру зеленый лук и нарезаю его размером около 1. 5 сантиметров. Теперь начинается самое красивое волшебство. Клейстер. Прикладываем в большую емкость. В клейстер я выливаю смесь имбиря, лука и чеснока. Все это хорошо перемешиваем. Высыпаем сюда жгучий перец, нарезанный хлопьями. И выливаем рыбный соус. Здесь у меня смесь утричного и соевого соуса. Добавляю сюда дайкон, потертый на терке для корейской морковки. И добавляем порезанный зеленый лук. Смесь я хорошенечко перемешал. И теперь добавляю морской коктейль. Здесь у меня осьминог и креветки. Запах действительно очаровательный. Он очень интересный. Вкус острый. Соус я пересыпал в широкую посуду. Вода из капусты уже вся стекла. И начинаем самое важное. Это обмазка. Мы берем соус и намазываем его не слишком много, но хорошо в каждый листочек. Ни одного листика мы не пропускаем. Капусту я хорошо обмазал соусом. Теперь я аккуратно заверну наружным листочком всю капусту для красоты. И укладываем ее для ферментации, тоже разрезом вверх, в какую-то емкость. И оставляем на сутки при комнатной температуре. После этого убираем в холодильник. Капуста уже будет готова. Но чем дольше она будет лежать в холодильнике или в погребе, тем вкуснее она будет становиться. Здесь будет происходить малышно-кислое брожение. И кимчи будет становиться насыщеннее, кислее и ароматнее и вкуснее. Прошла целая неделя. И кимчи уже готова. Сейчас я расскажу, как капуста ферментировалась. Сначала я ее поставил на одни сутки при комнатной температуре, а потом убрал в холодильник. Через два дня попробовал, капуста была абсолютно не готова. Скорее всего потому, что на кухне у меня температура была не 25-30 градусов, а немного меньше. Поэтому капуста у меня дополнительно ферментировалась еще пару дней. После этого я ее отправил в холодильник. По предварительной дегустации, сначала мне капуста совершенно не понравилась. Она была безвкусная и очень острая. Но потом, когда начало хорошо развиваться молочнокислое брожение, капуста преобразилась. Ее вкус стал насыщенным, ярким. Это было просто фантастика. Такого вкусного блюда я еще никогда не кушал. Вся острота стала более сглаженная, сбалансированная. Капуста приобрела характерный для молочнокислое брожение вкус. Листики стали упроже. Сначала они были мягкие и как будто бы разваренные, а потом они стали хрустеть. Капусточка стала источать обалденный аромат. И поэтому начнем дегустировать. Капуста лежит срезом вверх, для того, чтобы весь сок остался в капусте. Здесь есть кусочки осьминога и креветок. Аромат зеленого лука перьями и репчатого лука очень сгладился. Сначала он был резким и недостаточно приятным. Теперь это все стало очень утонченное. Класс! В капусте присутствуют нотки остроты. Также дайкон добавляет свою прелесть, но его абсолютно не слышно. Капуста хрустит, она упругая. Это прекрасная закуска для крепких напитков. Мне понравился очень и очень рецепт кимчи. Пожалуйста, готовьте, пишите свои отзывы, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Нажимайте на ссылочку, подписаться на канал. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!